итак тема мы тема моей проповеди сегодня твой вседержитель и вот книга и о 22 глава мы прочитаем 25 стих 25 стих и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя в библии очень много имен которые которые даны нам для того чтобы мы могли познавать кто есть наш бог и нам на беседуя с одним человеком я задал простые вопросы которые очень часто мы задаем вы верите в бога человек говорит доверю я говорю расскажите мне о боге в которого вы верите этот вопрос он вел просто в тупик игру просто расскажите какой какой бог в которого вы верите и человек не мог ничего сказать это понятно что сегодня сегодня мы приходим приходим в церковь мы читаем библию для того чтобы понимать о том понимать вообще кто наш бог в которого мы верим чтобы потом проповедовать о нем рассказывать о нем и вот когда мы читаем библию имена бога они открывают нам его сущность вот какой какой он то есть например мы читаем читаем о том что бог сердцеведец читали до сердцеведец то есть это одно из имен бога которая говорит о том что бог на что смотрит он смотрит на сердце человека он не смотрит на но внешность мы все конечно красивые в глазах его как его творения он каждый прекрасен, но он не смотрит на лицо человека, потому что, ну, лицо человека – это лицо человека. Мы можем иногда стоять в собрании с нас, хоть икону пиши, но только покидаем собрание, вот, и там, там иногда мы открываемся такими, какие мы есть. Правда? То есть мы иногда на людях себя можем показывать вот как-то одними, а дома быть совсем другими людьми. Поэтому для нас очень важно понимать, что Бог, с которым мы имеем отношения, он сердцеведец прежде всего. То есть он смотрит туда, вовнутрь того, что там внутри тебя происходит, о чем ты думаешь, размышляешь, о том, кто ты есть на самом деле. Или другие имена, которые говорят о том, что Бог, он есть вездесущий. То есть это имя Бога, которое говорит о том, что Бог где? Везде. Что это нам дает? Какое это понимание нам дает? О том, что, ну, он точно не опоздает. Поэтому в Библии написано, что имеем дерзновение приступать к престолу благодати для получения благовременной помощи. Почему? Да потому, что он всегда рядом. Он, вот так не получится, что, знаете, Бог опоздал вот с помощью к тебе, а потом говорит, извини, с Америки летел вот как-то, ну, не успел. То есть нет, он вездесущий, он везде. То есть почему? Потому что он не человек, чтобы его думать о нем так, как я уже сказал. И другие имена, которые сегодня открывают сущность нашего Бога. То есть и через его имена мы начинаем познавать вообще такой, какой он есть. Вот, например, ну, употребляем мы эту фразу, да, вот, Христос воскрес, воистину воскрес. Вот это провозглашение, которое мы говорим. Что оно значит? Вот я в Смоленске, когда я на Пасху спрашиваю людей, которые на улице мне говорят, Христос воскрес, воистину воскрес, я говорю, что это значит? Они говорят, а мы-то откуда знаем? Но мы знаем, что наш Бог есть Бог живой. А откуда мы знаем, что наш Бог есть Бог живой? Откуда? Откуда вы узнали, что Бог есть Бог живой? У каждого, наверное, тут какая-то, ну, своя такая определенная история. В моей жизни это было так. Я первый раз молился, я закрылся, закрылся так, чтобы меня никто не видел, и рассказал Богу, вот, все свои нужды на тот момент, которые меня очень сильно давили. И моя молитва, она началась так, я тогда еще был неверующим человеком, только моя жена, она первая, вот, начала ходить на собрание, рассказала мне о Боге. Я приходил несколько раз в служение, это было вообще для меня все странно. Вот, я приходил на собрание, мне казалось, вообще все на меня смотрят. Вот, тогда в кинотеатре проводили, проходили богослужения, я сидел там, такой у меня костюм спортивный был, голубого, бирюзового цвета такого. И я сидел, и казалось, я как фонарь вообще, вот, ну, просто, и все на меня смотрят. И пастор еще выходил, и проповедовал, и мне казалось, вообще все про меня. И я сидел, все собрание, и думал, сейчас приду домой, буду разбираться с женой, зачем она ему все рассказывает про меня. Вот такие у меня ощущения были. И для меня это все было странно, я приходил, люди подходили и говорили, мы тебя любим. Ну, у меня это, меня это вообще просто, ну, шокировало, и, я говорю, вы меня даже не знаете, но я думал, ну, кто я такой, а тут вы меня в любви признаетесь. И меня это все как-то вот, ну, напрягало. Но, когда обстоятельства в моей жизни, они так закрутили, я обратился к Богу и сказал, Господь, если вот это правда, как говорят эти люди, ну, что ты есть, помоги. Я рассказал Богу те нужды на тот момент, которые меня очень сильно тяготили. И вы знаете, я понял, через определенное время, там, прошло три недели, я понял, Он, Он есть, и Он живой. Потому что Он услышал меня, и вот эти пять нужд, которые я просил у Бога, они все были разрешены. Это было, это было все, ну, на тот момент в моей жизни это было серьезно, и угроза жизни моей, там, вопрос стоял. Я понял, что Бог есть, Бог живой. Я не сразу обратился, я, знаете, как грешники очень часто, вот, ну, люди, живущие во грехе, они говорят, фу, слава Богу, пронесло. Ну, и как бы, и дальше, дальше продолжил путь до момента покаяния. Это было недолго, почему? Потому что вот то, о чем сегодня братья говорили, что молитесь за людей, за погибающих людей. Моя жена, она усиленно молилась. И Бог начал мне просто показывать, Он уже взял меня, как бы, в удел и начал совершать какую-то работу свою в жизни моей. То есть, выбивая вот эти ценности мира из моей жизни, я помню, ну, какие ценности в мире. У нас были, была одна ценность, деньги любой ценой, и неважно как, вот, лишь бы их только больше было в твоей жизни. Потому что мы думали, что это смысл жизни, вообще, вот, жить ради денег. И деньги это возможности, и так далее, и так далее. И вот я, у меня был товарищ, его убивают вместе с отчимом за 100 грамм золота. Я не буду рассказывать в подробностях эту историю, но за 100 грамм золота. И вот я стою на кладбище, я смотрю, стоит два гроба, и понимаю, что цена вот этих двух жизней, по 50 грамм золота кто-то пришел, раскинул вот так вот, по 50 грамм золота, и две жизни забрал. И я, в тот момент у меня происходит какой-то переворот вообще в жизни, и я понимаю, что жить нужно не ради денег, а ради чего. Ради чего. То есть, я не мог найти ответ на этот вопрос. И это привело меня к там, перед покаянием, я три дня размышлял и думал вообще, для чего человек живет. В чем смысл жизни, вообще, куда мы идем, для чего мы рождаемся на этой земле. И я не мог найти ответы на эти вопросы, пока не обратился к Богу. И сегодня я знаю, кто я такой, я знаю, что мне нужно делать на этой земле, я знаю, куда я иду. То есть, моя жизнь, она наполнена смыслом, в полном смысле этого слова. У меня есть цели, которые невозможно никогда потерять. И это сегодня Бог предлагает каждому человеку. Аминь. То есть, и мы познаем, познаем его как живого Бога. То есть, через вот эти отношения, через молитвы. И вы знаете, сегодня, сегодня, вот, это великое благословение, периодически, вот, но переживать в отношениях с Богом, вот, его внимание по отношению к тебе. То есть, слышать ответы на молитвы, там, или еще что-то. Вот, недавно расскажу, перед Новым годом, была такая ситуация. Собираемся на собрание, и я жене говорю, вот, обращаюсь, говорю, Ларис, слушай, надо в магазин съездить, рубашку белую купить. Ну, это, как бы, рубашки, это наша рабочая униформа, нужно периодически обновлять. И просто, вот, ну, желание, и я открыл, сказал, что нужно это сделать. Нету проблем, то есть, надо поехать в магазин просто и купить рубашку. И, как бы, проблем нету ни с деньгами, ни с чем, вот, просто купить. И вы знаете, прихожу на собрание, то есть, вот, проговорили, прихожу на собрание. Подходит брат, протягивает руку и говорит, хочу благословить тебя. И я чувствую, в руке там что-то лежит, смотрю, ну, деньги мне дарит. И, знаете, смотрит на меня и говорит, это тебе на рубашку. Белую. Я думаю, господи, вот мелочь кажется, да, ну, мелочь. И я еще уточнил, пошел к жене, говорю, ты не говорила ему про рубашку белую? Она говорит, нет. Нет, я понимаю, ну, что, вот, как бы, мелочь такая, но через эту мелочь, ты, как бы, вот, ну, она так, так трогает до глубины сердце твое. Почему? Потому что, вот, Господь, Он знает все наши нужды. Даже при, и вообще, ну, вот, наверное, сегодня, ну, мы должны четко, ясно понимать, потому что в Писании так написано, что нам не надо молиться ни за еду, ни за одежду, ни за какие-то материальные благи, потому что Бог знает об этом все. Аминь, братья и сестры. Мы не язычники, чтобы, чтобы жить, вот, ну, и просить у Бога, там, еду, одежду и прочие какие-то моменты. Есть много других ценностей, о которых Бог, именно Бог говорит нам молиться, и именно Бог желает, чтобы мы совершали молитвы. Почему? Потому что, вообще, жизнь человека, она имеет самую большую ценность. И лучше это время посвящать в молитвах за кого-то, за людей, просить, чтобы Бог даровал просто спасение, Бог даровал перемены в жизни, в жизни человека. И сегодня, сегодня вот эти имена Бога, они открывают всю его сущность, вот такой, какой он есть, и что он желает делать сегодня по отношению к нам. И здесь мы прочитали еще одно имя, которое означает «И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя». Золото и серебро – это, ну, ценности этого мира, правда? Ценности, которые, ну, что-то стоят. Я этот металл какой-то, тут недавно оказался, зашли с сестрой сделать копии, оказался в ломбарде, думаю, посмотрю, сколько золота стоит. Посмотрел – стоит, ну, как бы, и вот люди, они, они все как-то вот, ну, побольше бы, побольше вот этого золота, потому что это ценность, ценность, ну, ценности этого мира. Но здесь написано о том, что Бог желает, чтобы он, вседержитель, был твоим золотом и серебром, то есть был как золото и серебро в твоей жизни, то есть был самой большой ценностью для тебя. И вот, казалось бы, ну, вседержитель. Что означает это имя, вседержитель? Что оно означает? Все держит в своей руке. Все держит в своей руке. Вот, казалось бы, просто, да? Все держит в своей руке. Что означает слово «все»? Вот «все» в переводе с греческого «все». я не я простите я не знаток греческого но но все это все то есть все это вообще все вы знаете я не знаю как вашей жизни но меня это меня это имя она вдохновляет почему потому что но все это прежде всего меня и мою жизнь аминь братья и сестры это я и моя жизнь и все что связано со мной это прежде всего но для меня потом но все все то что окружает меня и мою жизнь и вот это все все держит в руке своей знать особо сегодня вот в этот век пандемии время пандемии вот она она как-то вот это откровение особо утверждают и укрепляет почему потому что ну я верю по крайней мере что он но держит меня в руке своей и он дает жизнь и он эту жизнь он останавливает эту жизнь аминь братья и сестры он останавливает эту жизнь и как бы ты там но чего-то не пытался если вот пришло время но оно пришло аминь и не будет такого знаете когда ты вдруг заболел умер пришел на небо а господь говорит прости отвлекся а ты уже тут но как то вот ну не хорошо получилось ну точно не так же правда братья и сестры то есть он дал нам однажды жизнь и у него было предназначение для нас в нем воля для нас есть и он ее остановит то есть он ее остановит эту жизнь тогда когда ему будет угодно и как там не сопротивляйся как но вот всему есть время из и сроки эти времена и сроки они у господа аминь и вот когда когда я читаю меня это вдохновляет и я говорю господь но о чем не переживать но чем не переживать но если пришло время ну значит пришло она а если не пришло то ну чтобы не происходило все равно все равно будет так как ты определяешь потому что ты все держите ты держишь все ну в своей руке аминь вот эта тема сегодня сегодня она и это время она обостряет такие очень многие вопросы в нашей жизни я привожу пример вот в нашем собрании я иду после после богослужения смотрю сестры как-то так активно беседуют или еще что-то и спрашиваю что случилось они мне показывают там какие-то видео фотографии что вот пастор все прививки какие-то стали ставить там чуть ли не начертание зверя там значит я задаю вопрос я говорю послушайте вы хотите сказать что вот дошел в поликлинику тебе поставили прививку и вдруг ты нечаянно стал неверующим но вышел вышел сатанистом оттуда вот потому что без ведома твоего тебе там что-то вкололи но так не бывает почему потому что вот эти наши отношения с богом они держат нас аминь братья и сестры наша вот эта уверенность внутри себя она держит нас или или многие другие вопросы которые сегодня нас пугают по причине просто неведения нашего незнания слова божьего тоже беседуя там о последних технологиях с одним человеком он говорит вот так и вот так будет в этом мире я говорю послушай ты прежде чем рассуждать об этом почитай вообще то во что ты веришь эсхатологию то есть это но в библии это ну как сказать учение о кончине века это вообще как все закончится и тогда ты по-другому начнешь смотреть на вот эти все технологии потому что не они определят конец не они определят а он который есть кто вседержитель аминь братья и сестры он вседержитель но вы знаете здесь написано о том что вот эти ценности ценности бог говорит я хочу чтобы чтобы я вседержитель бы стал вот этой самой большой драгоценностью в твоей жизни и вот вот эти ценности а как они как 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 это все переоценивается вот просто сесть там калькулятор взять посчитать ну нет вот здесь вот как-то но как-то это не работает просто слова ну сказать или там даже его произнести но тоже это как-то вот но не работает почему потому что мы понимаем сегодня что вера в жизни в жизни человека она должна быть испытана братья и сестры аминь вообще все должно быть испытана в этой жизни и мы читаем читаем евангелие от матфея читаем историю иисуса христа который притча иисуса христа который он рассказывает на горной проповеди о том что было два человека и один строил на песке а другой строим на твердом основании помните да один построил другой пафос построил дом и вот написано написано поднялись воды подули ветры и дом каждого то есть строение каждого то есть жизнь каждого человека на балашу испытана и тот который строил на твердом основании он устоял а тот который строил на песке он не устоял и написано о том что кто такой человек который строит на на камне это человек который слышит слово божье и что делает и исполняет его потому что в этом есть есть испытание веры нашей то есть это это то что нам поможет устоять однажды в тех трудностях братья и сестры возлюбленные но слово божие говорит о том что жизнь ваша ваша жизнь она будет испытана хотим этого или не хотим то есть придет определенного а придет придет определенное время придут определенного рода обстоятельства и они разные у каждого из нас они придут они не могут не прийти в нашу жизнь в первом послании петра мы читаем читаем апостол петр он пишет два места прочитаем первое послание петра 1 глава 7 стих дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытан испытываемого золото к похвале в честь в чести и славе и в явлении иисуса христа то есть испытанная вера ваша которая дороже которая дороже золото почему потому что именно этого ожидает сегодня видеть господь и именно это ожидает видеть видеть бог в нашей жизни четвертой главе этого же послания написано возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странного то есть искушение так как странное приключение в нашей жизни но готовы ли мы именно так принимать в нашу жизнь вот те испытания которые приходят что мы говорим в это время когда как когда в нашу жизнь что-то приходит и вот книга иова она рассказывает вот эта история которая описана в этой книге она вообще уникальна она весьма интересно но мы можем представить вот если бы бог он начал советоваться если бы бог начал советоваться с его вам природ только прист мы людям умеем представлять себе вот если бы бог начал советоваться силам и он говорит слушай у меня есть вот два варианта с событий для тебя первый вариант это погибают все твои дети все 10 ты лишаешься всего всего это всего вообще то есть ты лишаешься и здоровья и покрываешься проказу от темени до 5 и любое движение будет причинять тебе боли страдания все твои друзья отворачиваются тебя потому что посчитают что ты грешник ты согрешил пред богом и и поэтому это наказание наказание в твою жизнь вот то что произойдет в твоей жизни но бог говорит через это твоя твоя история она войдет и станет частью слова божьего эта история станет утешением для милю миллионов и миллиардов людей почему потому что эта книга была написана очень давно и она будет назиданием им и мудростью для для многих людей ты сделаешь скачок вере такой о котором ты даже мечтать не можешь и познаешь меня так как ты даже себе представить не мог и бог говорит и ты поможешь мне выиграть спорт сатаной и когда нам учишься я благословлю тебя тебя опять будут дети и ты будешь богат в два раза и и насыщен днями сегодня я еще раз перечитывал это главу он после этого прожил еще 140 лет он увидел четвертый род в своей жизни и насыщенный днями умер он говорит или все остается как прежде и ты просто умираешь вот но в то время как как она есть вот если бы бог начал советоваться силам скажите какой вариант событий он бы выбрал вот никогда бы в жизни навряд ли мы выбрали первые бы сказали а давай попробуем но через этого получится да ну тут за одного с одним они не согласны со своим расстаться тут не говоря уже там о десятерых да но но сегодня мы должны понимать о том что и когда мы читаем эту книгу и в вот в 42 главе там какие-то невероятные переживания его сам описывает книга и давайте откроем последнюю главу 42 глава 42 глава и он пишет написано знаю что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено то есть у бога есть намерение по отношению каждому из нас он каждого жизнь каждого она будет испытано кто это помрачающее проведение ничего не разумея так я говорил о том чего не разумел а делах чудных для меня которых я не знал и 5 стих написано я слышала тебе слуха муха теперь же мои глаза видят тебя то есть не какие-то невероятные переживания с богом у него невероятные то есть только слышал а тут оказывается он стал видеть и у него происходит общение диалог с богом и вы знаете и сегодня сегодня наша жизнь она будет испытана какими какими-то обстоятельствами бог будет ставить нас какие-то в какие-то обстоятельства для того чтобы вера наша на она была испытана и но она была испытана и вы знаете вот много историй я в своей жизни за эти дни вспоминал в любина приехал вспоминал как как бог там что-то делал совершал и бог так напоминает о том что что он делает и совершает мы несколько лет назад несколько лет назад собрали группу подростков мы вы наверно знаете молитесь вот что с омска с омска переехали в чечню миссионер семья миссионеров и сегодня они там живут в чечне и мы уже несколько до этого поездок совершили тут приняли решение что мы соберем молодежь молодежь и подростков и с такими детскими концертами поедем туда чтобы послужить детям чечни потому что вот за за это время они вообще не видели ничего прод кроме войны кроме вот каких-то вот таких событий и мы приняли решение молились прежде господь нам сказал да и мы собрались и поехали двумя машинами и вы знаете вот когда ты знаешь волю божию когда ты разумеешь ее и ты ты совершаешь то к чему призывает тебя господь ну всегда хочется чтобы все было как вот ровно и как по маслу да и вот мы проехали там где-то полторы тысячи километров наверно половина пути заезжаем на заправку тоже было под вечер заезжаем на заправку я заглушил машину автобус заправились я поворачиваю ключ зажигания машина вообще просто никаких признаков жизни и мы там стекло протирали колеса пинали не помогло там молились ну нет и все не заводится и мы оттолкали его заправки и вот ты стоишь между где-то посередине вот между пунктом приезда и пунктом отъезда я вышел там поле такое все вся команда она конечно на меня в этот момент что делать что делать я не знаю что делать я вот вышел в поле смотрю там такой такие поле подсолнухов было стою наблюдаю игру господь но я точно здесь не по своей воле вот но это не мое желание ты сказал мы сделали господь а дальше что этот бог мне просто мысль дает как бы и говорит найди телефон позвони мы созвонились там рядом оказалась церковь но братья сегодня церкви столько много что мы не знаем уже друг друга да вот нашел по телефону церковь позвонил приехали братья нас привезли привезли в дом пастора не было он был в отъезде многодетная семья такой большой дом у них хороший трехэтажный нас завели в этот дом и говорят он ваш пока вы здесь он ваш все что в холодильнике ваша там живите пока вот вопросы свои не решите и братья так очень активно подключились они говорят слушай давай давай мы сейчас тебе другой автобус дадим этот оставляйте моего отремонтируем ну а вы пока съездите они пригоняют автобус моего загружаем я закрываю дверь последнюю заднюю дверь и вываливается стекло они говорят мне не переживай сейчас мы те 3 пригодим я говорю мнение что-то здесь не так игру 3 не будем ломать игры давай мы останемся на выходной мы остались на выходные на служение провели тоже несколько таких служений в этом городе и наш закон закончили то что должны были сделать в этом городе наш автобус починили мы сели поехали дальше было хорошее чудесное время вы знаете вот эти особо особые переживания вот когда ты стоишь в поле и ты не знаешь что делать но бог он начинает являть себя как тот который что все держит в руке своей но это возможно узнать возможно узнать только тогда когда ты преодолев преодолев этот путь потом возвращаешься домой и ты понимаешь что он вседержитель дороже золото и серебра в твоей жизни он дороже он самая большая ценность и таких историй я думаю что и вы можете много в жизни своей вот переоценить что-то взвесить посмотреть но просто пусть господь благословит вот я обращаюсь к тем кто смотрит нас в онлайне какие бы обстоятельства ты сегодня не переживал просто прославь бога обращайся к богу всем сердцем душой и разумением не говори ничего чего не нужно было бы говорить чтобы потом не пришлось кается пройдет время пройдет время и ты увидишь что бог твой есть бог вседержитель и это дороже всего вообще в жизни дороже золото и серебра поэтому пусть господь вас обильно благословит чтобы те трудности которые сегодня вас пугают у вас скажет вам кажутся катастрофичными пройдет немного времени и вы будете по-другому смотреть на эту ситуацию и я благословляю вас именем господа бог верит вас и все все получится получится вашей жизни да благословит господь